Всем добрый день! Это дайджест основных событий за неделю на канале Медвестник ТВ. Сегодня в программе. Госдума приняла закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства. Краснодарская частная клиника заплатит бывшей пациентке более 2 миллионов рублей. Эксперты просят упростить регистрацию инновационных препаратов в РФ. Мединвестгрупп построит в Терлитамаке ПЭД-центр за 970 миллионов рублей. Теперь об этих новостях подробнее. Закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства принят в Госдуме. Им предусматривается обязательная перерегистрация в 2019-2020 годах предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, зарегистрированных ранее по различным методикам. Предусмотрена также обязательная перерегистрация зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, в сторону снижения при наступлении установленных правительством РФ случаев. Это в том числе снижение цен в иностранной валюте на лекарственные препараты в стране производителя и государствах, в которых лекарственные препараты зарегистрированы или в которые поставляются производителям. При этом документам предусмотрено, что в сторону увеличения предельная отпускная цена на препарат может быть перерегистрирована не чаще, чем один раз в год. Опасения представителей фармацевтического рынка законодателями не были учтены. Данный законопроект написан таким образом, что после его вступления в силу в России цены на жизненно важные препараты станут самыми низкими в мире. При этом издержки фармацевтической индустрии в нашей стране выше, чем где-либо еще. Это приведет к тому, что как раз те препараты, которые Минздрав хочет закупать дешевле, просто никто не будет поставлять. Никто не захочет работать себе в убыток. Таким образом, на рынке останутся только препараты с закрытым патентом в верхний ценовой сегмент. Комментировал ранее ситуацию порталу медвестник.ру заместитель генерального директа по развитию компании штата Иван Глушков. По его оценкам, одними из первых под удар могут попасть препараты для антиретровирусной терапии. В России необходимо создать национальную программу по орфанным заболеваниям. За это высказались эксперты, участники прошедшей 23 мая в ТАСС пресс-конференции, посвященной лечению пациентов с редкими заболеваниями. Краснодарская частная клиника возместит бывшей пациентке более 2 миллионов рублей. В феврале 2018 года 35-летняя женщина обратилась в клинику по поводу подтяжки груди. Ей была проведена двухсторонняя мастопексия без аугментации под наркозом. В послеоперационный период пациентка была переведена из лор-клиники в краевую больницу номер 3, где было продолжено лечение. Но ее состояние ухудшалось, прогрессировали признаки полиорганной недостаточности. На третий день женщину перевели в краевую клиническую больницу номер 2 с диагнозом полиорганная недостаточность, сепсис, токсический гепатит. На больничной койке она провела два месяца, почти половину этого времени в состоянии комы. Прошло более года, но заявительница все еще не может вернуться к полноценной жизни и обходиться без посторонней помощи. В мае 2018 она направила к клинике претензию, а после отказа организации удовлетворить ее требования обратилась в суд. Представитель ООО «Лор-клиника» иск не признал, он настаивал на том, что медицинская услуга была оказана в соответствии с порядком оказания медицинской помощи. Никаких нарушений в деятельности учреждения в ходе внеплановой проверки роздоровнадзора выявлено не было. А вот пациентка накануне госпитализации употребляла алкоголь и страдала от диареи, о чем вовремя не уведомила своего врача. Указанные факты были опровергнуты в ходе судебного заседания. Опрошенный судом эксперт пояснил, что диагноз сепсис, который был выставлен пациентке, не может быть вызван употреблением алкоголя. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила, что предоперационная профилактика хирургических инфекций в клинике проведена не была и между действиями и бездействиями врачей клиники и возникшими в послеоперационный период осложнениями, которые были признаны тяжкими вредом здоровью. Имеется причинно-следственная связь. Ленинский районный суд вынес решение, согласно которому расторг договор между пациенткой ООО «Лорклиника» и взыскал с ответчика в пользу истицы. Возмещение материального ущерба в размере 110 тысяч рублей – это стоимость операции. Компенсацию морального вреда в 1,3 миллиона рублей, неустойку в 110 тысяч и штраф в 760 тысяч, рассказал представитель истицы. Решение пока не вступило в силу, но есть все основания полагать, что оно устоит в апелляционной инстанции. Группа экспертов предложила упростить законодательство для процедуры регистрации инновационных лекарственных препаратов на территории РФ. Речь идет об отмене нормы федерального закона 61 ФЗ об обязательных для них повторных клинических испытаниях. Выдавать регистрационные удостоверения предлагается на основании признания результатов только международных многоцентровых клинических испытаний. Предложение внесено в резолюцию круглого стола проблемы доступности инновационных препаратов в России, состоявшегося в рамках 9-го Всероссийского конгресса права на лекарства. Речь идет также о том, чтобы регистрационные процедуры проводились одновременно с включением препаратов в государственные перечни, национальные рекомендации и стандарты. Кроме того, в законе предложили предусмотреть возможность регистрации лекарственного препарата по инициативе госорганов в интересах здоровья и жизни пациентов. По данным, которые представил член Совета Федерации Владимир Круглый, из 206 новых молекул, выведенных на глобальный рынок в период с 2011 по 2015 год, в России доступно не более 60. В первую очередь это касается пациентов с орфанными онкологическими нейродегенеративными заболеваниями. В понятийный препарат закона 61ФЗ должен быть введен термин «инновационный препарат» или другое близкое определение, означающее, что данный препарат не имеет аналогов и клинические исследования проведены в соответствии с международными стандартами GCP. «Мы считаем норму о локальных клинических испытаниях абсолютно избыточной и предлагаем в законе ее исключить. Это требование задерживает выход новых препаратов на рынок, а в ряде случаев, например, в педиатрии, делает его вообще невозможным. Клинические исследования дорогое удовольствие, не все производители на него идут просто из экономических соображений», отметил Владимир Круглый. В 2015 году глава ФАСА Герри Артемьев направил премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с предложением о признании результатов клинических исследований, проведенных за пределами РФ. Согласно части 5 статьи 3 закона 61ФЗ в соответствии с международными договорами и на основе принципов взаимности признаются результаты клинических исследований лекарственных препаратов, проведенных за пределами РФ. В письме говорилось, что это возможно на основе заключения международного договора, однако данные о результатах клинических исследований не могут быть предметом международных договоров, так как являются результатом деятельности не государства, а фармацевтических компаний. Таким образом, в закон была введена заведомо неработающая норма, пояснил Владимир Круглый. Мединвестгрупп построит в Стерлитамаке ПЭТ-центр за 970 миллионов рублей. Рассчитывается возможность приема пациентов на 3000 человек в год по направлению диагностики около 1200 лучевой терапии, заявил представитель инвестора Андрей Лукьянов на заседании инвестиционного комитета, в котором приняли участие члены правительства Республики Башкортостан, представители профильных министерств, ведомств, институтов развития. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил о высокой потребности населения региона в оказании таких услуг. В программе государственных гарантий будут предусмотрены дополнительные объемы услуг на лучевую диагностику и терапию в рамках обязательного медицинского страхования, отметил он. В Рио главы Башкортостана Радий Хабиров поддержал намерения инвестора, сообщает Пресс-служба правительства Республики. Он поинтересовался кадровым обеспечением нового проекта, поскольку действующие медучреждения не должны остаться без врачей. Руководитель Минздрава заверил, что компания будет дополнительно готовить узких специалистов в рамках сотрудничества с вузами. Это были основные события за неделю. Читайте нас онлайн на портале медвестник.ру и смотрите нас на канале Медвестник ТВ. И будьте здоровы! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА